Добро здоровиться, уважаемые посетители канала! Народные методы оздоровления оставили нам массу интересных способов, с помощью которых мы можем оздоравливать свой организм. Важно их использовать. И вот среди них имеется палочный массаж. Для этого используется гимнастическая палка. И кстати, вот сейчас очень много различных массажеров, типа там наподобие дрели, там шарики, еще что-то там такое. Все это конечно хорошо, все это имеет место быть, но вот например Михаил Котляров отзывался, что палочный массаж с гимнастической палкой, он намного лучше прорабатывает не просто мышцы, а он способствует проработке, по его словам, костной ткани. А если мы с вами научимся стимулировать костную ткань, особенно костный мозг, то мы реально получим доступ к омоложению. Потому что с возрастом, как только ребеночек родится, красный костный мозг, который имеется, довольно таки быстро деградирует и превращается в желтый костный мозг, который практически не работает. Нам нужен красный костный мозг, который вырабатывает стволовые клетки, которые обновляют наш организм. Поэтому очень важно задействовать костную ткань, проработать разного рода сухожилия, там фасции, которые окружают суставы. Тем более с возрастом огромное количество у нас возникает боли по причине того, что сухожилия деревенеют, стягивается и начинает возникать боли в шее, начинает боли возникать в плечах, лопатках, пояснице, в тазобедренных суставах, в коленях, в голеностопных суставах и так далее. Меньше разговоров, больше дела. Я вам покажу две палочки. Вот эту вот палочку мне подарили на программе Малаха Плюс. Это не гимнастическая палочка, но тем не менее специально уже сделана. Вы можете использовать просто обычную палочку. Кстати, что касается палочек. Лучше всего использовать палочку из осины, потому что она дополнительно еще забирает и болезнетворную энергию. Правда, попользовавшись этой палочкой примерно год-полгода, от полугода до года, если вы регулярно будете делать. Желательно эту палочку выбросить, сжечь и другую. Если вы не можете приобрести палочку из осины, ну нет осины, используйте и палочку. Примерно вот такую вот. И также делайте ей массаж. Примерно аналогично. Можно еще воспользоваться вот такими вот палочками, но я вам покажу, что с их помощью можно делать для более тщательной проработки суставов, сухожилий. Это палочка из дуба. Отличная вещь. Вот ее там можно применять всегда. Итак, с чего мы с вами начинаем? Мы с вами начинаем с проработки от окошки до пяток. Ну я кратенько буду показывать. Итак, мы с вами берем палочку. Предварительно немножечко потрите шею, как бы сказать, расслабить чуточек. Важно, чтобы мы не на напряженные мышцы и сухожилия делали, а несколько на расслабленные. Поэтому сели прямо, берете палочку и начинаете так разминать мышцы шеи, так сказать, мять. Вот часто как раз здесь, где крепятся они к черепу, у нас возникают, чувствуются боли. Это говорит о том, что мышцы слегка спазмированы, мышцы не расслабляются, а сухожилие не расслабляется. Идет натяжение такое. У некоторых людей начинает побаливать голова. Кстати, кстати, массаж делаем не сильно. разминаем, знаете, так, чтобы мы ничего не повредили. Наша задача вот это все размять, прочувствовать. Где проблемка? Ага, вот она проблемка. И мы здесь поработали немножечко больше. Так, с этой стороны и есть проблемка, но не такая, как у нас имеется здесь. Поэтому там, где вы чувствуете имеется боль, вы слегка подольше разминаете. Разминаете так, чтобы вам было комфортно, не в коем случае, не давите сильно и не наносите повреждения, потому что от подобного массажа может быть еще хуже. И так, поработали, почувствовали все это. Уже хорошо, шея потеплела, лучше движется. Далее у нас идет лопатки. Ну, лопатки можно по-разному там разминать. Благодаря вот этой вот крюку такому я могу вот так вот разминать мышцу. Поменьше. Вот. То есть тапецевидные мышцы тоже у нас часто бывают застужены, болят. И, как правило, проблема, если поболевать у нас плечи, она начинается с чего? Она начинается с шеи и через тапецевидные мышцы спускается к плечам. И когда вы начинаете вот так вот разминать, вы начинаете чувствовать, где у вас этот тяж идет, как правило, от шеи к плечам, а то и дальше. Вот поэтому вы его разминаете. Главное не лениться. Размяли так, 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 хорошенько. Вот. Чтоб вы сами себе были. Есть такое дело, да? Далее плечо у вас. Разминаете плечо, надавливаете. Пошли ниже. К локотку здесь слегка надавливаете. Если чувствуете боль, это говорит о том, что имеется проблемная зона здесь, то есть она спазмирована. И немножечко побольше разминаете. Уверяю вас, тело очень любит, когда на него обращают внимание. Особенно суставы. И быстро откликается. Быстро и благодатно. Так, чтобы у вас было расслаблено все. Некоторые рекомендуют массаж делать лежа. Ну, не знаю, кому как. Вот. Теперь обрабатываем ногтевой суставчик. Вот. Со всех позиций. Как и что у нас. Где побаливает, значит, побольше. Проходимся вот под сухожилием. Сухожилия, как правило, у нас особо не работают. Чувствуем, как и на кость идет, на надкостницу у нас давление. Сразу же как-то идет тонус от того, что мы просто покатали именно по кости. Здесь уже идет стимуляция. Так, проработали. Значит, очень хорошо, если палочка длинная, мы начинаем с вами прорабатывать поясничку. Поясничку, опять-таки, в пояснице очень много застоил. Здесь мы с вами проработали. Это надо вот так вот взять. Если палка длинная, мы берем ее вот так. То есть, вот так мы ее берем. И вот здесь прорабатываем спину. То есть, как бы в грудном отделе. Но я ее пытаюсь вот таким вот образом проработать. А вы можете палочка подлиннее, прекрасно проработать. Так. Итак, у нас теперь поясница. Поясничку. Размяли поясничку хорошо. Потерли ее. Далее у нас идут тазобедренные суставы. Вот тазобедренные суставы надо сделать так, чтобы он как-то расслабился. Вот в этом вот месте, где имеется грушевидная мышца у нас, как правило, возникают проблемы. Мышца эта сжимается со временем, зажимает нерв, который идет отсюда. И начинаются проблемы. Сюда идет боль, тут тянет и так далее. Если это есть, значит, расслабляем и хорошенечко проработаем область грушевидной мышцы. Где там она имеется? Квадратная мышца, грушевидная мышца, оплетка тазобедренного сустава. Там огромное количество проблем. Мышцы спазмируются и в результате нарушается питание связок, питание мышц. И сустав тазобедренный начинает у нас портится. Начинается куксоартроз. А вот это будет отличная профилактика этого заболевания. То есть хорошенько мы потерли. С одной стороны, там где имеется, вот вы сразу почувствуете боль, это говорит о том, что уже там начинается какой-то нехороший процесс. Значит, здесь побольше, но прям мягче разминайте. Еще разок вас предупреждаю, никакого усилия. Нам важно размять и пустить туда круг. Далее у нас идет следующий тазобедренный сустав. Мы находим положение и начинаем его разминать. Разминаем грушевидную мышцу, там какая квадратная там мышца имеется. То есть ягодичные мышцы, они большие, мощные, состоят из массы всевозможных других мышц. Так, затрагиваем как раз тазобедренный суставчик. Вот он у нас. Кость торчит. Вокруг этой кости поработали. Мягенько, с любовью, без насилия. Далее. Вот здесь особо не надо ничего делать. Тут у нас идут лимфатические сосуды, коленосные сосуды. Особо ничего не трите. Вот здесь вот потерли. Здесь можно тут большие сухожилия хорошенько потереть. Кстати, когда здесь трешь, очень сразу чувствуется такая сильная стимуляция. То есть, когда мы с вами стимулируем не столько мышцу, а сухожильную ткань, вот сразу организм приходит в какой-то такой интересный тонус. Значит, сели. И вот она здесь как раз имеется. Вот она. Большое сухожилие, большое сухожилие здесь идет. И вот как только мы сухожилие сухожилие с вами размяли сразу же совсем другое дело. Далее у нас идет коленные суставы. Коленные суставчики мы здесь вот, где крепится сухожилие разминаем. Вот она. И здесь разминаем далее мы спускаемся далее мы идем вот вот здесь вот по костяшкам как только раз приходит в тонус то же самое мы делаем с этой ногой не спеша с чувством с толком особенно хорошо здесь вот здесь чувствуется сразу как-то организм приходит у тонус эти утонус приходит так далее мы с вами по 3 наступный суставчик покрутим его и для чего нам нужно вот эта вот штучка для того чтобы мы с вами могли тщательно проработать все вот эти вот точки зоны энергетические сосуды которые здесь у нас есть на стопе поэтому естественно с помощью пальцев тяжеловато это сделать с помощью палки вроде как неудобно это сделать а с помощью вот этого штучки ночи и очень хорошо мы с вами смотрите вот так и пятку потрем и здесь надавим то есть стопа она постоянно испытывают нагрузку здесь сухожилие мощное и для того чтобы вот их как раз проработать почувствовать что вы действительно сделали полезное дело здесь надо подавить посильнее некоторых случаях мы даже берем вот эти вот такую заостренную часть и находим разного рода о точки которые связаны с тем или иным органом или зоны связанные некоторые из них болезненные если болезненные мы тогда их более тщательно разминаем а вот этот щуп как раз позволяет их определить проработали одну давали приступаем к другой также потёрли и начинаем видите как я использую довольно таки сильно но сначала помягче воздействуете потом можно усилие увеличивать с целью лучшей проработки и после того как вы стопу особенно проработаете сразу почувствуете что тонус организма у вас стал совершенно другим то есть так вы вот как раз проработали также можно прорабатывать и ладонь руки также если имеются вот какие-то отдельные точки которые вот чувствуете идет там тяж вы можете вот здесь вот нащупать особенно в плечах знаете идут затвердение вы можете вот так воспользоваться вот этой вот палочкой и довольно таки хорошо это прорабатывает разминать что это за тяж это мышца которая сжалась которая спазмировалась и начинает высыхать и когда вы делаете движение у вас начинаются щелчки и вы думаете что такое вот у меня в левой были вот такие вот щелчки это говорит о том что вот это уже мышца которая здесь крепится и которая болит особенно по ночам болит она высыхает в результате у вас стягивается сустав начинает возникать боли поэтому для того чтобы пустить туда кровь пустить туда воду пустить туда питательные вещества необходимо это дело размять сделать более мягеньким работа так как мы годами запускали свои суставы и получали в конце концов вот такие проблемы работа предстоит конечно довольно таки продолжительная и надо это дело делать делать регулярно и тогда у вас суставчики будут вращаться хорошо я помню я не мог вот так руку поднять ни эту руку ни эту и ночью плечи так болели что я постоянно менял положение и в конце концов просто не вот так вот в трубочку скручивалась не отдыхал теперь же совсем другое дело кстати также можно вот тут разминать вот если вы почувствовали что вот здесь вот спазмированные вот эти мышцы они довольно таки часто спазмируются у нас из-за того что мы постоянно сидим не даем им нагрузкой смотрим компьютер что то там такое знаете все это дело у нас начинает уставать то есть дополнительно вы можете все это дело проработать вот такой палочкой не спеша хорошо вот об этом массаже я хотел вам рассказать показать вариантов огромное количество вы можете брать различные палочки делать так как вам удобно главное чтобы вы от этого чувствовали что вот я знаете у меня организм слегка загудел слегка появилась испарина увеличилось дыхание сердцебиение то есть увеличился обмен веществ это говорит о том что я активировал свой организм теплота внутри это говорит о том что лучше кровообращение стало значит лучше движение стали в какой-то степени проработали суставы сухожилия даже костная ткань повысилась от тонуса организма чтобы вот по этим показателям вы ориентировались что у вас массаж удается он работает так как надо и поэтому желательно его делать вот сколько времени потратили желательно делать его там с утра каждый день и вы почувствуете хороший оздоравливающий эффект и это послужит профилактических мероприятий против заболеваний в локтях в плечах шеи поясницы в тазобедренных суставах это просто спасение для пожилого человека в коленных суставах и голеностопах доброго вам здоровья до новых встреч мое обращение к посетителям канала поддержите канал поставьте лайку дайте какой-нибудь отзыв это простые вещи я не прошу вас денег поддержите меня вот таким вот образом это канал не для того чтобы вас развлекать а для того чтобы вам помогать